Чемпионат России Арина, как ты готовилась, в каком режиме к этому чемпионату, и был ли у тебя какой-то предел, место, которое ты ставила себе в план? Готовились мы в Казани, сначала у нас был полусбор с 1 по 15 марта, и далее у нас в плане были соревнования в собаках, то есть российский турнир в памяти... Да, известный турнир с призовым фондом, я очень хорошо там выступила, заняла первое место, я зацепила и Ани Бигбаева, и Влад Воронин, и Лера Котцер, и игра была такая зрелая уже, взрослая, то есть самой понравилось выступать. Вот, и я думаю, что уверенность, которую я приобрела в собаках, помогла мне здесь как-то лучше выступить, чем обычно, потому что план у меня был выйти из группы, потому что до этого 5 лет я не выходила из группы. Один раз была Локи Узером, и один раз в 16 сеялась, вот, до этого просто не выходила, ну, не могла я выйти из группы, и сейчас выйти из группы, пасть в полуфинал, занять третье место, это вообще что-то в новинку, я очень рада на самом деле, прям, горда собой, что ли, можно сказать, даже чуть-чуть, вот, и сильных спортсменок обыграла, и Оля Вишнякова, и Яна Носкова, и Настя Шабанова, которым все время, то есть, проигрывала, года два подряд, то есть, вообще не могла обыграть никого из них, вот, но я думаю, что я просто успокоилась, если так говорить, то я успокоилась, и просто начала кайфовать от настольного тенниса. Арина, скажи, пожалуйста, вот вчера, да, когда были сыграны предстоящие игры, каким образом ты готовилась, какие у тебя были эмоции, смогла ли ты полноценно, скажем так, выспаться? Вчера, да, как бы я знала, что Элис, я знала, что будет тяжело, это очень, очень сильный игрок, она очень сильно прибавила, то есть, мы с ней вместе, получается, одного года, мы с ней с 8 лет между собой играем, мы на «Надеждах России», вообще на всех соревнованиях подряд раньше играли, вот, сейчас она, мне очень нравится ее играть, на самом деле, я кайфую, как она играет, вот, я знала, что будет тяжело, но я знала, что я тоже могу показать свой теннис, могу, могу, наверное, взять какую-то борьбу, чтобы и она понервничала, и как-то поинтереснее, что ли было зрителям посмотреть на это, вот, ну, я считаю, что я выложилась, в концовках, согласно, не хватило, и Элис хорошо сыграла последний сайт крайний. Да, все-таки на чем, скажи, пожалуйста, на чем, чего тебе не хватило, и на чем ты, скажем так, уступила? Я думаю, что я проиграла на инициативе, то, что Элис начала ее забирать, начала атаковать, играть свой теннис, свой жесткий, мощный теннис, и я уже ловила, стояла, как вратарь, если она не попадала, я выигрывала, вот, а если уже нашла от меня атака, там, скидки, начало атаки, начало атаки, что-то более, так, действенное, чем подвеска, так скажем, вот, то уже навязывался розыгрыш, уже, как бы, непонятно, кто выиграет, вот, и я думаю, что я проиграла еще по направлениям, то, что я не смогла, ну, видела мою игру, Элис, куда я сыграю, куда я что, вот, а когда чуть-чуть попутала меня, уже на моей стороне очки были. А Дмитрий Кривушкин, что тебе подсказывал, и что он тебе сказал после игры? Дмитрий Викторович тоже говорит по направлениям, и тоже говорит инициатива, то есть мы прекрасно понимаем, что из-за этого я проиграла, так скажем, вот, и что этого мне не хватило. После игры он сказал, что я герой, что я все равно молодец, то есть, просто похвалил, сказал, что это, ну, классный теннис я показывала, и то, что он очень рад за меня. Вот, Дмитрий Владимирович позвонил, конечно же, вот, тоже сказал, Арина говорит, вообще, горжусь, я такая, yes, и я играю за Кирюшу, вот, Дмитриевича. Скажи, пожалуйста, вот, ты уже знала, что ты в медалях, да, вчера, ты вышла, у тебя, скажем так, мотивация в какой-то степени снизилась, либо ты, наоборот, поняла, что вот он твой шанс, и ты сейчас можешь еще на одну ступень повыше стать. Я вышла на матч 1-11, началась это, ну, я очень испугалась, на самом деле, потому что первый полуфинал моей жизни, ну, на чемпионате России, получается, я просто стояла с такими глазами, мне бегали, зрители, не зрители, ну, то есть, все равно, первый раз страшно. Потом уже как-то подсобралась, уже все, успокоилась, привела мысли в порядок, а по поводу того, что могу подняться выше, конечно, думала, то, что это, ну, это, очень хотелось, на самом деле, сыграть как можно лучше, но, в первую очередь, все равно, задача была кайфануть о теннисах, чтобы, чтобы было классно и мне, и Элис, и болельщикам, и всем, вот. Скажи, пожалуйста, вот здесь, ну, просто-таки сумасшедшая поддержка представителей Эйнбурга, местных спортсменов, как тебе играется при таких трибунах? Мне, наоборот, это помогает, это очень классно, когда теннис популяризирует, это вообще очень круто, раньше же вообще никто об этом виде спорта, скажем, не знал, вот сейчас приходят, люди болеют, и, то есть, из-за меня болели, кто-то из Эйнбурга, из-за Элис болели, ну, все, что же было все равно, вот, потому что наши девочки, ну, мои девочки из Казани уехали, то есть, у нас билеты были так куплены, вот, и, ну, классно, кураж ловишь сразу же, сразу же так заводишься вообще, ну, прикольно, очень нравится. Можно ли сказать, что это твоя сейчас наиболее значимая, все-таки, я не побоюсь этого слова, победа, да? Либо какие-то победы в твоей спортивной карьере могут стоять рядом? Я думаю, что это достаточно, да, может быть, что это главная победа, главная медаль в моей жизни пока что на данный момент, вот, но также я и выигрывала, и первенство Европы по кадетам мы выиграли в команде, и первенство Европы по, тоже по кадетам в смешанной паре мы выиграли, тоже были такие же эмоции, тоже было очень классно, ну, выигрывали всегда классно, так скажем, не важно что, вот, ну, конечно, главное, это чемпионат России, это взрослый турнир, это уже вообще другой уровень совсем. Вопрос, который многих волнует, нам задают его постоянно, твой игровой инвентарь, основание, накладки. Я играю основанием Butterfly от Avchirova и накладка в MetaLG 0.5 с двух сторон. С двух сторон максималки, да? Ну, что ж, мы хотели бы пожелать тебе удачи, очень приятно было наблюдать за твоей игрой, и не могу сказать уверен, но я думаю, что ты сейчас уже входишь, скажем так, в более высокий класс игроков, я думаю, это придаст тебе уверенности, стабильности, и надеемся увидеть тебя еще на более высоких ступенях. Педестала подчета. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.